Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. С вами Айка Эмили и очередной Мукпанк. У нас сегодня вкуснейшие фрикадельки. Внизу пюрешечка, а сверху сыр. Это получается нереально вкусно. Это просто настолько обалденно, что нечто. Дальше здесь такой полезный салат. Рецепт салата в ближайшее время будет. Этот рецепт. Я вам обязательно оставлю в инфобоксе. Переходите, смотрите. В общем, пюре просто нежнейшее. И еще сыр. Ой, прям тает во рту. Вчера до 5 часов ночи я монтировала видео. Заготовка продуктов на 2 недели. Но для нас, если честно, это на месяц. Потому что у нас бабушка такой не ест. Только мы с мамой. Поэтому для нас это даже на месяц. Хотя посмотрим. Но я на звании написала заготовка продуктов на 2 недели. чтобы не было кликбейтом. Я очень надеюсь, что вы посмотрите это видео, потому что я вложила прям душу. А такое бывает редко. Именно на кулинарном канале многие рецепты я просто монтирую, потому что мама на меня наезжает. А это видео я прям старалась. Вот такие вот дела. Вчера сходили вместе с парнем и поменяли аромат на 2 других. Мы взяли Dolce & Gabbana Denny's и Versace Crystal Noir. Многие под видео, где я рассказала про то, что мне не понравился аромат, многие меня начали критиковать. Но критиковали в очень культурной форме. То есть старались делать так, чтобы не обидеть меня и тоже пояснить мне, что я делаю неправильно. Я все читаю. Мне безумно приятно, что вы в такой тактичной форме пытаетесь до меня что-то донести. В этот раз мы опять договорились с парнем, что мы будем договариваться. Не люблю сюрпризы. Зато купили 2 аромата, которых я хочу. Правда, я потом заметила, у одного аромата как будто немножко была поцарапана крышка. Но я до этого тоже встречалась с подобным явлением. То есть материал крышки не то что поцарапан, немножко поменял свой оттенок. Такое ощущение, что он не то что поржавел, а вот чуть-чуть потемнело. Возможно, так и должно быть. Но ароматы прям стойкие. Прям, знаете, шлейфовые. Я не очень люблю легкие ароматы, которые здесь-то попшикалась, через 5 минут опять нет. Когда ты покупаешь, не знаю, Faberlic Avon, ты думаешь, ну пофиг, ничего, отдала копейку. А когда ты платишь в 10 раз больше, тебе хочется что-то покачественнее. Вот такие вот дела. А еще, не знаю, стоит ли это рассказывать или нет. В общем, я купила карандаш для гоп и помаду моей подруги. Пришла домой. У меня просто руки чешутся. Я так хочу посмотреть на оттенок. Потом думаю, нет, Айка. Это же я купила на подарок. Там купила палетку, карандаш для губ и помаду. NYX. NYX в оттенке Абу-Даби. Это просто нечто. Помада, я имею в виду, матовая. Я вообще люблю NYX. Мне кажется, NYX и MAC это почти одно и то же. Качество одинаковое. Просто NYX стоит немного дешевле. Более доступные цены у NYX. Ну, можно взять и MAC, но мне больше по душе NYX. Ну, в общем, я купила помаду. У меня прям руки чешутся. Мне так и хочется взять, распаковать, попробовать. Что вы думаете? Не удержалась. Я это сделала. Но потом сразу собралась. Мы вечером должны были увидеться с Шерри. Я купила уже новую помаду. и новый карандаш. Вчера посидели с Шелли. У меня влог снимала. Вы все это увидите. Я просто пересказываю свой день. Она после работы была. Я хотела посидеть в ресторане, в котором, не знаю, какое-то правильное питание, классная атмосфера. Но Шелли сказала, нет, я хочу KFC или McDonald's. Поэтому пошли туда. А там тоже так много людей. Причем через стол они работают. То есть, если мы сидим за этим столом, соседний стол нельзя занимать. Там просто такая пленочка. Типа, держите дистанцию. А еще самое смешное. В ресторанах стоит надпись. Такой значочек, что без маски вход запрещен. И вот мне очень интересно. Сижу я в ресторане с маской. Вот так вот открываю, пью кофе, потом опять закрываю и продолжаю диалог. Но это же смешно. Маска и ресторан или кафе это несовместимо просто. Это очень глупо. Причем, видимо, это правило. Потому что у всех так. Мы зашли в маски. Заказали все, что мы хотим. И потом уже, когда сидели, уже сняли маски. Вроде как никто замечаний нам не делал. Пюре и сыр. Еще и мясо. Как раз таки вот это видео, которое я сегодня монтировала и вчера монтировала еще весь день. Там как раз таки среди заготовок есть вот такие вот фрикадельки. То есть, один раз заморачиваешься, готовишь все эти полуфабрикаты, а потом уже 2-3 недели не паришься, все это вынимаешь из морозилки и просто обжариваешь и готовое блюдо. Мне кажется, это вообще здорово экономит время. так что вот так. Многие спрашивали, понравился моему парню его подарок. Некоторые писали, что я не права. Сама купила просто сладости, но недовольная, что мне подарили, видите ли, не тот аромат. Но вы знаете, дело не в том, что он потратил больше. Дело не в этом. Мне просто жали его деньги, если честно, потому что можно было этот аромат купить, например, со скидкой. Вот. То есть, возможно, я поступила неправильно. Я допускаю это. Но все мы в той или иной степени допускаем какие-либо ошибки. Мы просто топчемся на месте. Уже много раз говорили о том, что будем договариваться. А насчет того, что на 14 февраля у меня был дурацкий презент, так это просто как цветы. Дальше у него идет день рождения. Я хочу ему купить хорошие часы. Обожаю читать, когда пишут огромные комментарии с разъяснением своей точки зрения. Я даже один из комментариев отправила к себе там в историю в инстаграме. Девушка конкретно со мной не согласна, но она так грамотно излагает свою мысль. Я смотрю и думаю, блин, вау. Реально много чего я пересмотрела после того, как начинаю читать комментарии. Посуда. Мне так нравится эта посуда. Но зря я купила каждую по одной штучке. Такую надо еще одну брать. Срочно, пока там еще осталось. Потом вдруг не будет. так мне нравятся эти ногти. Обычно я такое яркое, ляпистое делаю. пюре просто нежное. Пюре просто нежное. Нежнятина еще та. Платье, которое я купила две недели назад, я увидела в магазине без скидки на 30% дешевле. Я его купила со скидкой на 30% дороже. В таких случаях я чувствую себя лохушкой. Поэтому я стараюсь не покупать в маленьких таких ларяках. В маленьких магазинах. Это не значит, что я одеваюсь в Гуччи, Версачи нет. Я иду либо в Нью-Йоркер, Бершка, может Зара, либо это Марков, Грин Прайс. То есть, такие больше сетевые, или как правильно называется. голодная, где-то через 2-3 часа будет еще влог. Так что ждите. Надеюсь, что он вам понравится. Обычно в шоппинг-влоге хорошо заходят, все смотрят. да и сама я обожаю их снимать. Ходить по магазинам, мерить. Это все прям моя стихия. В общем, на этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам не сложно, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Всех люблю, целую. Пока.